сегодня 8 ноября и мы должны были сегодня праздновать день рождения вольфа мессинга оказалось что это не день рождения казалось что это дата неважно просто дата просто дата но не та да но не то вот потом мы решили что мы сегодня будем отмечать день рождения оршаха такого психиатра связи с тем что к тому же недавно олег евгеньевич сыграл психиатра в спектакле психотерапевта в комнате адлера с евгением ткачуком вот но потом подумали причем тут роста когда на самом деле день рождения сегодня олег евгеньевича олен де лон ой господи олег иван борис замечательного артиста величайшего нашего артиста плеяда в общем-то в общем-то не самых неплохая компания артистов которых вообще деятели разного рода которые родились 8 ноября и вместе с тем все таки мы отмечаем день рождения олега генча меньшинка отмечаем и назло всем всем назло отмечаем мы его в кафе театра ирмолы который называется время антракта собственно говоря вот сейчас мы в нем находимся чем примечательно это кафе и почему я про него сейчас заговорил олег евгеньевич потому что во первых она у нас недавно открылась потому что мы хотим чтобы наши не только зрители а кто угодно приходили сюда отдыхали проводили свое время вы можете здесь назначать встречи можете здесь прийти выпить кофе и целый день работать сушите выговорить там и такую сесть один раз пришел пообеду смотрю там сидит девушка вот и бит видно что оси с компьютером она просить работает я при я пришел она сидела я ушел она продолжала сидеть и я помню что она пришла вот просто ну как-то прокоротать время это так было здорово да еще и нас иногда официанты здесь играет на фортепиано общем такая приятная атмосфера а еще у нас здесь вокруг здесь прекрасная выставка сестер набока которые сделали с нашими артистами вот все время хоть это хотя бы один уже повод чтобы сюда прийти чем у нас здесь очень на самом деле уютная атмосфера еще если режиссер будет позволять то можно подняться наверх туда на новую сцену и поприсутствовать на репетиции или на съемка спектакля о котором мы рассказывали рассказывали да а действительно рассказывали вот в общем мы вас ждем приходите проводите у нас время у нас классно вот тем более что вот у нас здесь вот тут вот видите есть следы ног и у нас уже запланировано на ноябрь на декабрь и по моему должны январь такие встречи это не творческие встречи типа 70 лет на сцене а встреча с нашими артистами где они где вы зрители можете с ними пообщаться задать им вопросы у них у каждого будет своя программа как будто бы вы пришли действительно к ним в гости а сегодня вот будут приходить там наши гости на секундочку мы будем пару вопросов пару трех вопросов задавать каждому про день рождения и про мой а про ваще про ваще да потому что наш выпуск сегодняшний спец выпуск посвящен чем-то такому человеческому близкому и понятному каждому да и тому как мы проводим время вот незаметно для зрителей моменты вот вы сегодня увидите как мы веселимся да чё позовем кого-нибудь пообщаться с нами конечно а у нас есть же гонка по традиции обязательно ну что поехали и я вижу сейчас прямо сейчас на небосклоне георгий ойс а пойдемте с нами посидим две секунды гергович поговорите с нами но только говорите в микрофон чтобы вас было слышно чтобы на записи шла мы сегодня разговариваем про такую штуку как день рождения и вот есть у нас такой вопрос два вопроса первый вопрос какой у вас был ну скажем так самый грустный день рождения был ли такой какой-то да да расскажите ну обычно я в этот день кручу всегда потому что время катит солнце крутится и отсчитывают две минуты но не всегда же грустили нагревать почти всегда это самый грустный день но в молодости а в молодости худший на карантине наверное а то было ничего не было один дома сидел это просто просто потому что просто грустно просто грустно где драма прошлый раз сняла огромный лофт позвала всех друзей очень разных и они не понимали что происходит я не понимала как всех организовать я просто стал танцевать и все подключились больше лофт никогда не будет снимать прошлый день ужасно все танцевали но они танцевали после моей но последние 10 лет или 15 да я помню это было короче хинкальные это было пять лет назад наверное и худший потому что ну короче все пришли стали все бухать есть никто меня никого слова не сказал я встала начала говорить тост начала плакать это когда я наверно жестко не знанима не могу вспомнить нет у меня не было хочешь у меня замечательные все были все замечательные раз родился борис миронов а как раз родился значит хорошо раз живой так замечательно наверно с температурой 40 это ничего не соображал почему нет это было тебе было подростковое время но было тошно как-то вот прям совсем тошно нет он всякий день рождения он особый и может быть даже вот тот праздник когда было плохо и когда не мог ничего организовать и прожить но ты же лежал болел тенар на звонили все равно говорили с днем рождения никита нету то время когда было телефон был такой с проводом это вот такое вон так набирался ты не в курсе вот так пальцем нужно попасть в дырочку 14 наверно так ну в 14 еще ну да какой у тебя была самая-самая офигенная день рождения не было или а был день рождения он не было торты или торты именно мой день рождения? да я так не думал я думаю что мы будем про ваш день рождения рассказывать а какой день рождения Олег Евгеньевича твой любимый? у меня есть мой а ладно мой мой? да Олег Евгеньевич пройдем мое это мы с тобой разговаривали с тобой нет твой мой вот так вот только вот сюда я понял а уже говорить? да прям сейчас? подумать можно же в минуту? нет я не помню я не готов сразу ну как вообще вот дела да у меня нормально а кстати Олег Евгеньевич пока вы такое распределение делали вот Гера же да кстати собственно говоря у нас там как сказать в превью были там кадры и вот Олег Евгеньевич и Георгий они делали распределение на новый спектакль на безотцов все на которые мы собственно уже объявляли да 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 ну что Гера? да каждый день рождения лучше да ладно да серьезно что ты делаешь каждый день рождения? во-первых у меня день рождения 31 декабря о боже ну понятно мы отмечаем в этом году, да? мы отмечаем несколько лет назад я поняла что нужно его проводить 2 января и звать всех на доедалки да вот во-первых два подарка и на день рождения 2 января я буду все выграничиваются одним да естественно конечно мне же нужно два подарка вот и каждый день доедалки это всегда прекрасно когда мне было 17 лет мне отец подарил свои часы и сказал сынок отчитывай время и с тех пор я стал его считать и с тех пор день рождения стали грустными, да? вот это мой прошлый мой когда мы делали здесь тепло и как будто бы ты занят ты не сидишь весь день и не думаешь что тебя мало поздравляют что тебе мало подарков дарят и на следующий день у меня была работа и еще у меня была смена в кино там в Белиси конечно если было в Белиси это же просто Грузия блаженная благословенная страна а что какие-то гастроли были что ли? я там работала я там работала ааа год назад ладно нет, давайте я для интервью скажу мой лучший день рождения был в этом году я играла в спектакль утина охота на сцене вообще это прекрасно когда день рождения на сцене я говорила на голосе у меня был лучший день рождений да да я же в день рождения прошла в финал ооооооы помню был большой корабль и была возможность и это даже я помню ты шутишь это 30 лет не было 48 лет тому назад это нет это такой вот эти крю всякий день рождения он по-своему мне каждый год самый лучший год на самом деле в этом году поскольку я стала мамой дня как бы новая роль да и ну и в общем появились новые люди моей жизни когда это дети появились другой другой да да другой ракурс когда вы необычное впечатление как у меня последние пять лет когда появились дети да да когда когда дочка стала мне рисовать открытки ну вот еще стихотворение наверное вот с тех пор дни рождения стали волшебные у меня были дни рождения я до определенного возраста до лет до моего отъезда в европу ходу моего отъезда в европу я я никогда не приглашал на день рождения у меня открывалась дверь доме квартире и заходили начинали бегать люди в 12 час 2 и так ведь не просто она не закрывалась да и это было много лет подряд и те кто залкам и те кто знали меня это могут подтвердить а таких пульта в какой-то момент в полюска двери надо закрыть идеальный день рождения вне временем не пространство на планете на другой стране друг на острове по под водой идеальный день рождения ну очень банально к ну я надеюсь что он еще случится прекрасно прекрасно и теперь я хотела бы взять семью свою и поехать смотреть китов я бы хотел бы быть большим большим китом плавать в толще воды идет можно что-то философского момент когда ты рождаешься чтобы это за запомнить когда ты сам ничего не планируешь приходишь а все собрались все сделали и вот как олег генча сегодня я согласна мне кажется самый идеальный день рождения тогда когда всем весело всем хорошо все пьют едят и если для этого ничего не делать наверно хотел бы чтобы люди просто отдыхали получали удовольствие и говорили ну то есть как такой домашний вариант говорили до говорили то что они действительно ну как бы хотят сказать если не хотят ничего говорить ничего страшно все близкие друзья знакомые родные все все вместе супер тепло тепло я люблю такие семейные посиделки тихие спокойно я люблю приходить на такие праздники к коллеге евгеньевичу денег от семейного моего сократа там у него гуси гуси как что-то за нормально лучше но еще наедине с собой мне кажется классно проснуться погулять провести с мой день рождения но это умеет надо да я была одна и это было прекрасно это был лучший день рождения в моей жизни я делала что хотела это твой день рождения готовлюсь очень долго духовно сейчас я очень духовно твой день рождения точно помню один день твой твой день и подожди я тебя поздравляю с праздником но дайте мне не не как про меня в твой день рождения я его закончил в в травмпункте это было в ночь с 8 на 9 ноября какой какая часть мира это было интересно как это москва россии москва ну мало ли может быть и гастроли были в будапеште как у нет и да и закончился рапунти прямо с открытой раны с кровью в красивом костюме весь крови вообще-то самое удивительное что я не люблю встречать в коллективе всю эту историю сюда когда уходил куда-то а потом уже где-то позволял себе как-то отмечать ну то есть я такого вот как бы хотел фейерверка не было ну и бокс не не то сказал все то дело в том что самое удивительное что это самый прекрасный день это удивительный день я хочу сказать олег венч я поздравляю вас с днем рождения спасибо герой спасибо как сказал сократ как сказал он сказал что счастье когда тебя понимают я тебе дарю конечно моего любимого друга сократа сегодняшний день будет идеально да с днем рождения с днем рождения Олег Евгеньевич Продолжение следует... Продолжение следует... Никакого жада, только рэп. Продолжение следует... Продолжение следует... Вам сейчас мальчевики жёсткий рэп читают, как мастери, о котором даже не мечтали. Обратите свои жёвкие, мягкие кресла, вам поведают историю. И ведь интересно. Ну, во-первых, человек не видит в детстве, в ходу. Это же ты, его Немокровский, в ларонках. Мне мама говорила, что его полностью обважала. Мы ещё не выгляделись, но мы смотрели тарик. Он нас одолжен зарплатить. Нас, к сожалению... Кстати, Макс передал вам привет в сёп рождение. Это же, скажу вам сказать, честь или Максима. Ну, это же, как бы с него накидывался, не сильно. Если Олег Минчика взойдёт в банк и везать в три, он мечтал в тренинге. Это жеm 참 среди, этитки? Это Олег Минчика. И Ол Игентов. Это Олег Миншиков. И Ол есть Брэндер. Это Олег Миншиков. Синалась в с ancestorsх и спlifting. Это Олег Минчика. Синалась в с karenaх тупости . И Ол и гентам. Это Олег Миншихков. И Ол есть Брэндер. Это Олег Минчика. Синалась в сornoх сти. Синалась в с기로 SAY. Мы с вами запустили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...